Дорогой мой будущий муж, тебя ждет вся моя семья. Ладно, всего лишь бабушка. Чтобы знаешь сделать что? Восстановить это. Потом. Вот это. Если получится, мы будем жить с тобой припеваючи. Посадим здесь много цветов. Хотя они здесь уже и так насажены. Здесь посадим картошечку, помидорчики, огурчики. И еще надо восстановить вот это. Очень надо. Там два сарая было. Очень нужно восстановить. Там еще колодец есть. Будем с собой пить чистую свеженькую водичку. Возможно, когда мы это все восстановим, нам подарят вот это. Это не надо. Это уже мое. Я уже на нем езжу. Это уже все. Я тебя тоже очень жду. Всем привет. Кто не знает, что такое бабья яма, почитайте. Но я сделаю одно небольшое уточнение. Бабья яма это не всегда, когда у нее есть мама и бабушка. Иногда хватает просто мамы. Или иногда хватает просто бабушки. И знаете, она найдет того оленяшку, который будет пахать на нее. Безусловно, найдет. Потому что, в принципе, вот даже вот сейчас в деревне, да, я женщина, ну, скажем так, даже не на четверочку. Ну, а на 3-3 с плюсом вот где-то так, да. Даже я могу вот так щелкнуть и найти себе кого-нибудь оленя, который будет все делать дома. Но, с другой стороны, нафиг это нужно. Но, тем не менее, большинство женщин это не останавливает. И большинство женщин имеют вот эту магию вайджана, которая, в принципе, любого оленяшку сводит с ума, и он готов сделать все для нее. Я это к тому, что все это на самом деле грустно и печально. И даже, наверное, вот на это видео в ТикТоке откликнется много мужчин, которые будут готовы сделать для нее все. Просто за то, что она есть. И это грустно.